Всем привет! С вами Кристина Отёкина и в эфире КФУ Live для абитуриентов, где мы общаемся с представителями институтов и спрашиваем интересующие вас вопросы. Сегодня на очереди Институт вычислительной математики и информационной технологии. И в гостях у нас первый заместитель директора института Егорчев Антон Александрович и заместитель директора по науке Тумаков Дмитрий Николаевич. Здравствуйте! Всем здравствуйте! Так как совсем скоро начнется приемная кампания, расскажите, с какими вопросами чаще всего сталкиваются студенты? Чаще всего студенты на самом деле больше задают вопросы формальные, то есть какие даты, какие экзамены, когда приносить документы. Надо сказать, что институт наш достаточно популярный, на сайте вся информация есть, вопросы по направлениям возникают реже. Но по направлениям тоже вопросы, потому что у нас, так как институт большой, у нас 34 направления, и, конечно, у абитуриентов, особенно у бакалавриата, есть вопросы, а в чем же разница между направлениями. Я про это прямо сейчас могу рассказать. У нас, соответственно, на бакалавриате идет 7 направлений, но это абсолютно разные направления. То есть так как ИВМИД, вот если посмотреть на сайте, ИВМИД, соответственно, в 2012 году был открыт, то есть на самом деле это не так. ИВМИД – это у нас бывший факультет ВМК, которому уже больше 30 лет, и, соответственно, отсюда он у нас крупнейший в Татарстане по IT. Из направления бакалавриата, то есть как пример, например, одно из направлений – это бизнес-информатика. На этом направлении мы готовим программистов в области экономики, то есть всех тех, кто хочет дальше связать свою профессию не с программированием, например, в области машинного зрения или мобильных приложений, а именно конкретно предметы делятся на экономические и на, соответственно, программистские. Прикладная информатика. Прикладной информатики, например, мы готовим чисто программистов. Это веб-программисты, это мобильные разработчики, разработчики дестопных приложений, то есть под Windows, Linux, Mac, под все, что угодно. Направление прикладная математика, где Дмитрий Николаевич является заведующим кафедрой, она, ну, это достаточно сложное направление, не надо думать, что это математика, как в институте математики, нет, то есть у нас там не алгебра, геометрия, это все, что связано именно с искусственным интеллектом, с суперкомпьютерными вычислениями, опять же, с машинным обучением, с нейросетями. То есть там мы готовим именно самых высококлассных специалистов, которые очень востребованы на рынке, все, что связано с такой с алгоритмической разработкой. Ну, опять же, с искусственным интеллектом. Направление прикладной математики-информатика, вот я вот опять сейчас перечислял, прикладная информатика, прикладная математика, прикладная математика-информатика. Отсюда у абитуриентов вопросы-то и возникают. Прикладная математика-информатика, здесь нечто такое среднее, то есть там есть и математические дисциплины, и информатика. Вот, по-прежнему готовятся прикладные программисты, но вот, опять же, с неким уклоном в технологии искусственного интеллекта. Есть, например, направление информационная безопасность. Здесь мы готовим как в сторону, соответственно, программистов и специалистов по защите информации, так и, соответственно, специалистов по хакингу, по взлому, потому что специалист, который защищает, он, соответственно, должен знать все методы, которыми можно взламывать. Нужно сказать, что за последние два года немножечко поменялись направления востребованности на рынке, и одна из наиболее востребованных сейчас – это информационная безопасность. Ну вот рынок так сейчас настроен, что именно очень нужны специалисты по информационной безопасности, так как постоянно на разные ресурсы происходят атаки. У таких специалистов сейчас зарплатный чек вырос, причем многократно. Также актуально направление бизнес-информатика сейчас особенно актуально, точнее стало. Там у нас всего 10 бюджетных мест, надо сказать, но конкурс очень большой, что на бюджет, что на контракт здесь нужно проходить. То есть, например, на бизнес-информатику там проходные баллы начинаются от 290. Почему бизнес-информатика, опять же, наиболее актуальна тоже сейчас? А потому что из России, соответственно, ушли практически все ERP, PLM-системы, то есть все системы, которые отвечали за экономический оборот на предприятиях, их нет. И остается практически у нас почти в одиночестве 1С, которым как раз-таки бизнес-информатики и обучают. А в связи с таким разнообразным и большим количеством направлений, расскажите, изменится ли стоимость обучения в этом году? Да, стоимость обучения в этом году изменится. Она, ну, как сказать, выросла, она уже выросла, то есть выросла она порядка 15-20% на каждое направление. А есть ли возможность обучаться полностью дистанционно? Нет, у нас полностью дистанта нет, потому что мы даем не только прикладные знания в программировании, мы даем фундаментальные навыки, где требуется, соответственно, личный контакт с преподавателем. Это особенно важно на первых и вторых курсах. То есть мы не онлайн-курсы, которые можно пройти в интернете, где выпускаются, ну, скажем так, джуны-программисты, такие вот даже не программисты, а кодеры. Это время прошло, то есть в десятые годы действительно было модно, предприятия к себе завлекали как можно больше, хоть сотню человек без образования, но с этими курсами. Сейчас рынок этим перенасыщен и просто не хватает, если вы зайдете на HeadHunter, если вы зайдете на другие ресурсы. Везде требуются сеньоры, медлы, ну, то есть это специалисты с высшим образованием, у которых очень высокая квалификация. Такую квалификацию мы как раз даем результатам обучения. Тогда, что касается практики, скажите, в каких компаниях студенты могут проходить практику и могут ли они совмещать учебу с работой? Да, практика у нас проходит, ну, скажем так, по-особому, то есть это не просто прохождение в компаниях. У нас сейчас есть ряд лабораторий и научно-исследовательский центр, где студенты могут проходить практику, то есть они по-прежнему проходят на предприятиях. У нас партнеров достаточно много, вот на текущий момент опять же наиболее актуальным является у нас есть партнеры в виде предприятий и заводов, где требуются программисты. Сейчас это действительно очень актуально и студентами востребовано такое направление. Так и, соответственно, мы сотрудничаем с ведущими компаниями. Вот за последние два месяца мы провели дни карьеры с Тинькофф активно работаем, с 1С работаем, с Яндекс провели и, соответственно, с группой защиты информации из ВКонтакте. Вообще, на самом деле, партнеров гораздо больше, то есть это только дни карьеры, по которым мы за последние два месяца были. То есть мы работаем и со Сбербанком, наши студенты в итоге выходят работать, ну, то есть, скажем так, самых лучших у нас переманивают такие корпорации, как Яндекс, Мэйл. Тут хуже не остановишь. Тогда расскажите, пожалуйста, есть ли есть высшее образование в ЦАНКИ, базовые навыки программирования и опыт работы с этим. Есть ли смысл поступать на бакалавриат или все-таки можно поступить на макистературу и там уже продолжить свое обучение? Так, ну это, наверное, имеется в виду для тех, у кого вообще до этого бакалавриата не было. Чисто теоретически, да, магистратура даст такие знания, то есть, если вы даже пришли из другой области и у вас есть хоть какие-то представления о техническом образовании, то есть вы с компьютером, скажем так, на «ты», то за два года можно обучиться на программиста. Вот, конечно, бакалавриат, магистратура, они дадут более полное, но здесь по результатам двух лет обучения, да, то есть здесь программистом можно стать. Ну, я бы, может быть, здесь бы вставил, что есть некоторые специальности, где, в общем-то, делать нечего без базовой подготовки. Ну, то есть те, которые связаны с математикой глубокой, там, конечно, ну вот я опять же говорю, то есть нужно некое представление, это если человек там хочет дальше идти на программиста, то есть такие тоже есть направления, например, к нам приходили на инфокоммуникации специальной робототехники, к нам приходили и экономисты, то есть вполне есть там чем заняться, это в том числе пишут диссертации по правовым основам, нормам в специальной робототехнике, что тоже, соответственно, является в IT-области. То есть IT-область – это настолько широкая сфера, что это не только программистам, мы готовим не только программистов. То есть мы готовим в магистратуре, например, на бизнес-информатике, там готовятся именно PM-ы, HR-ы, то есть там готовятся руководители в сфере IT. Вот, те магистратуры, они вообще в отличие от бакалавриата, в бакалавриате в основном все выпускаются программистами, а вот каждая магистратура, у которых у нас сейчас 16 профилей, каждая направлена на выпуск конкретного специалиста, То есть, когда вы идете в магистратуру, здесь действительно нужно выбирать. Здесь не все равно, в какую магистратуру пойти. То есть, каждая магистратура вас направит уже на вашу конкретную область. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про помощь студентам института после непосредственного выпуска. То есть, какие-то, возможно, карьерные мероприятия, либо направленные именно в трудоустройство компании. Так как мы, во-первых, находимся в IT-сфере, во-вторых, мы крупнейший институт Татарстана, у наших абитуриентов, ой, абитуриентов говорю, у наших студентов, начиная со второго, с третьего курса, проблем с трудоустройством нет. Есть проблемы с тем, что им как-то надо совмещать пары. То есть, мы предоставляем такую возможность, мы пытаемся на старших курсах уже, мы, точнее, не пытаемся, а мы ставим пары там на после трех часов. Все студенты работают в IT-области, вот они два года, например, отучиваются, и они идут программистами. У нас много партнеров, куда они идут. То есть, это редкий студент, который зачем-то учится четыре курса, и только потом идет к программистам. Он уже имеет возможность туда пойти, уже имеет возможность работать. И вот я, да, недорассказал, как раз, вот у нас есть лабораторий научно-исследовательский центр, вот у нас там, соответственно, договора с партнерами, у нас там привлечение реальных работ, реальных неокр, у нас свой большой штат, 70 человек только в научно-исследовательском центре. Это все программисты, это все темлиды, это дизайнеры, это все, что с IT-связано. То есть, у нас там своя компания, которая, ну такая университетская, которая работает с другими компаниями по заказам и выполняет реальные проекты. Причем с другими компаниями работаем совместно, то есть с кем-то это вместе с программистами. То есть, туда студенты приходят, сразу вливаются в среду, то есть, начиная со второго курса мы туда принимаем, то есть, конкретно я туда принимаю, вот. И студенты либо потом идут опять же куда-то на предприятие, либо опять у нас в команде остаются, и там же работают, там же они пишут свои дипломные, они там закрывают свои практики, так как они там практикуются, и там же они приобретают свой опыт уже у очень крутых программистов. Ну, подводя итоги, последний вопрос. Как вы считаете, выпускники каких направлений в вашем институте сейчас наиболее востребованы? Что бы вы посоветовали? Я скажу так, что очень сильно востребованы все направления, но вот как я обозначал, вот каждый год ведь ситуация меняется, то есть, на мировом рынке, и если когда-то в нулевых особая востребованность была в программистах базы данных, был пик, до этого были программисты, например, по мобильной разработке, вот буквально вот прошло сейчас два года, и программисты по мобильной разработке, скажем так, в средней востребованности, а вот веб-программисты, специалисты по информационной безопасности, и особенно специалисты по искусственному интеллекту, по высокопроизводительным вычислениям, в чем сейчас как раз-таки вот и есть дефицит. То есть вот эти направления, они, пожалуй, такие самые актуальные, ну и, конечно, то, что я говорил, бизнес-информатика. На этом все. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в гости. Вы впереди была Кристина Отекина. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!